Всем привет! Продолжаем гулять по книге поэта Первой мировой войны антология, составитель Анатолий Соколов, автор идеи и редактор Борис Орлов. Сегодня я хочу вам рассказать о поэте Дон Аминада, настоящий имя Амеденав Писахович Шполянский. Родился в 1888 году, 7 мая, в Херсонской губернии. Поэт, сатирик, мемуарист, адвокат. Закончил юридический факультет Новороссийского университета. Поселился в Москве в 1910 году. Занялся адвокатурой и писательской деятельностью. Сотрудничал в газете «Раннее утро» в журнале «Сатирикон». Солдат Первой мировой войны. В 15-м году был ранен, вернулся в Москву. Там же опубликовал свою первую книгу стихотворения, которая называется «Песни войны». Октябрьский переворот не принял. Уехал в Киев. Сотрудничал с газетами «Киевская мысль», «Утро» и «Газета вечер». Печатался в одейской газете «Современное слово». В 20-м году эмигрировал в Константинополь, затем в Париж. До 40-х годов печатал филеетоны в газете «Милюкова. Последние новости». Он сотрудничал с различными мигрантскими журналами «Сатирикон», «Иллюстрированная Россия», «Свободная мысль» и так далее. Выпустил несколько сборников своих произведений. В Париже стал масоном. В 1934 году был награжден Орденом Почетного Легиона за укрепление культурных связей между русским и французскими народами. Был очень известный среди поэтов, почитаем, любим. Вот даже Марина Цветаева написала ему перед отъездом в Россию. «Вы совершенно замечательный поэт. Я на вас непрерывно радуюсь. И вам непрерывно рукоплещу. Как акробату, который в тысячу первый раз протанцевал на проволоке». Сравнение не обидно. Ведь акробат, ведь это из тех ремесел, где не на жизнь, а на смерть. Куда больше поэт, чем все молодые и немолодые поэты, которые печатаются в толстых журналах. Вот так писала Марина Цветаева о Доне Аминадо. Дон Аминадо стал известен французским читателям благодаря книге «Смех в степи». Его стихи современники вырезали из газет, читали наизусть, повторяли его крылатые слова и различные словечки. Поэта называли королем юмора. Его афоризмы вышли отдельным изданием. Но, к сожалению, на русском и французском языке сборник афоризмов назывался «Искорки». Был такой критик Святопол Мирский, который назвал его истинным властителем дум зарубежной России. А Бунин считал его одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение. Вот мы не знаем, оказывается, это его выражение. «Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным, но больным». И, кстати, оно написано в 20-е годы XX века. В период нацистской оккупации в Франции поэт был на нелегальном положении. Писал. В 1957 году умер. Его архив был перевезен на родину, в СССР. Вот такая судьба у человека. Ну, а теперь я хочу немножко почитать его стихотворение. Первое стихотворение называется «Талисман». «Талисман». Гремят торжественные клики, молчанию мудрому уча, И имя нежной Вероники на стали вырезал меча. Иди, сказали, и подъемлю, и опускай острие На эту горестную землю за сердце детское твое. И знаю, враг себя, наверное, как я мечом опоясал, И с чего-то имя суеверно на светлой стали написал. Настанет час, мы кровью свежей поля не мы и обогрим, И, может быть, одни и те же слова со вздохом повторим. Сквозь мглу последнего тумана блеснут в расширенных очах Два изменивших талисмана на верных жребий мечах. Написал в 1914 году. Следующее стихотворение называется «Ночной ливень». Напоим меня малиной, крепким ромом цветом липы, И пускай в трубе каминной раздаются вопли, всхлипы, Пусть, как в лучших сочинениях, с плачем, с холодом, с раскатом, Забывает все, что надо, что положено по штатам, Пусть скрипят и гнутся сосны, вязи, тополи и буки, И пускай из клавикордов чьи-то медленные руки Извлекает старых вальсов мелодические вздохи, Обреченные забвенью, несозвучные эпохи. Напоим меня кипучей лавой пунши и вегрога, И достань откуда хочешь поразительного дога, И чтоб он сверкал глазами точно пара и метистов, И чтоб он сопил мерзавец, как у лучших билетристов, А сама в старинной шале с бахромой и с кистями Перелистывая книгу с пожелтевшими листами. Выбирай мне из Айвенга только лучшие страницы, И читай их очень тихо, опустивши вниз ресницы. Потому что человеку надо в сущности, ведь мало, Чтобы он у кого собака выразительно дремала, Чтобы его поили грогом до семнадцатого пота, Играли на роялях и читали Вальтер Скотт, И под шум ночного ливня, чтобы ему приснилось снова Из какой-то прежней жизни хоть одно живое слово. Красивое стихотворение, очень понравилось мне. Ну и вот сейчас заключение, прочитая несколько афоризмов Поэта Дона Минада. Кто не страдал бессонницей, тот не знает своей биографии. Колоссально. После трех рюмов к коньяку француз переходит на минеральную воду, А русский на «ты», только несказанное, и стоит запомнить. Самый большой слон тоскует по родине молча, А самый маленький поэт во всеуслышание. Истинная дружба состоит не в том, чтобы рассказывать, А в том, чтобы выслушивать, как правильно сказано. Вождь выходит из народа, но обратно не возвращается. Для памятников нужны герои, Для отвинчивания памятников нужна толпа. Колоссально, да? Ну и последнее высказывание, такое иллюзия, Вошедшая в привычку, называется счастьем. Ну что ж, вот, пожалуй, и все, Что я вам хотел рассказать о Дон Минада, Минаде Писаховиче Шполянскому, Поэте, сатирике, мемуаристе и адвокате. Все, всем пока, всем привет, до свидания, До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok